Поздравляем, ты стал чемпионом мира. Скажи, как ты будешь гайку с твоим университетом? Чувствую. Они их не объяснить. Ты понимаешь, что ты стал лучшим в мире. Все. От спидестала уже слез уже все. Опять ты простой спортсмен. Опять надо тренироваться и добивать уже большего чемпионата. Это юниорский чемпионат мира. Надо стремиться к мужскому, к мужикам. Ты выступал против двукратного чемпиона Европы. Но оказалось, что странно, что ты довольно легко слышал. Ты даже не дал мне упало заработать. Грузин очень тетилованный, очень серьезный соперник. Ну, просто, может быть, я лучше настроился, я был лучше готов. Подготовка была очень сильная. Сборная России. Вот из-за этого, наверное, так. Подготовка была лучше. А как ты готовился? Расскажи. Я не знаю, как это рассказать. Пахали. Да, до последнего. Прям знали то, что... Куда мы... Когда мы будем выходить на этот ковер, знали то, что там надо до конца бороться. На тренировках так же до конца все делали. И вот результат. Что премьера говорили? Премьера говорили, это твое место ты должен забирать. Ты лучший его. Они правы были. Настрой много решает. На таких больших первенствах в мире, в Европе, настрой очень много решает. Расскажи вообще, какой опыт ты возьмешь от этого чемпионата мира? Это такой первый, да? Первый чемпионат мира. Какой опыт ты возьмешь на будущее? Опыт то, что они такие же, как и мы. Ничего такого нет. Я скажу, даже Россия лучше, чем другие страны. Мы больше тренируемся, мы больше сборов делаем. Мы практически дома не бываем. Приезжаем на неделю, опять на сборы уезжаем. Так что... Теперь сто процентов уверен, что мы лучшие. И не стоит их бояться. Это они должны нас бояться. Ты сказал, что теперь нужно переходить по взрослым. Как ты получаешь продолжительскую тренировку, чтобы конкуренцию выдерживать в России по взрослому? Сначала я чуть-чуть отдохнул. Потом много стартов было у нас. Ну, в России много стартов было. И потихоньку начну опять заново. Как это было появилось, так же начну. Сразу, мне кажется, очень трудно будет. Но надо потерпеть, и получится все. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты начал борьбой заниматься? Как тебя привели? Как тебя привели? Как тебя привели? В борьбу провел старший брат. Шесть лет был мне. И понравилась мне. Обстановка. Это же команда ведь спорта. Там всегда команда все. Мне это понравилось. И вот так вот пошло. Ну, это на ковре ты за себя борешься. А за кором уже там команда многое помогает. Она настраивает тебя. Также на сборах вы командой тренируете, они готовят тебя. Да. Есть ли борец, который берешь пример? Что тебе нравится? Мне нравится борьба Ибрагима Лобазанова. Он борется в таком же весе. Очень быстро, очень бросковывается. Мне нравится его борьба. Да. Понятно, что чемпионат Миром проходил в России. Там, когда ты выходил на битву, трибуны просто взрывались. Помогал ли тебе поддержку? Слышно ли ты? Магониской нервы в твоей жизни и вообще? Как тебе это было? Да, помогал очень сильно. Поддержка с трибун, прям даже борешься. Слышно божество. Ладно, как ты собираешься победу свою отмечать? Не знаю. Приеду домой сначала, к родителям. Мама очень переживала, отец тоже переживал. Братья здесь, старшие, младшие братья здесь. Дядя тоже здесь у меня. Двоюродные братья, да. Очень все переживали дома. В Чечне все тоже переживали. Еще нет, пока шансы не дали на них. Мы тебя отпускаем. Спасибо тебе большое. Поздравляю. Удачи. Спасибо.